Аня, это мой парень, а может я себе тоже парня хочу? Эй, а вы у меня спросили, хочу ли я себе девушку? Ясно вам? Молчать! Пусти его! Нет, ты пусти! Девочки! Да когда же ты его уже отпусти? Никогда, он мой! Помогите, прошу! Аня! Сама не кричит, ты мешаешь! Да! Соби, сдавайся! Я не буду сдаваться, ты давай! Мишка! Я тоже себе такого мишку хочу! Фух, наконец-то! Отдай! Эй, не пьешь, я его первая нашла! Дай! Это мой! Софи нужно делиться! А я не собираюсь делиться! Отпусти его! Я первая нашла! Отдай! Все, теперь мишка точно мой! Подумаешь, зато я себе Саву заберу! Что? Нет! Эй, опять! Сава мой! Ага, он мой! Софи, блин! На помощь! Ну, пожалуйста, спасите меня! Хоть кто-нибудь! А ты здесь не отберешься! Девочки, что тут случилось? Софи не хочет, чтобы Сава был моим парнем! Да, не хочу, потому что я присмотрела Саву себе! Мой пупсик! Мистер Алик, спасите меня, пожалуйста! Спокойно, Савочка! Мы сейчас все решим! Пошли, мои хорошие, на кухню! Все будет хорошо! Все, все, все хорошо! Мадам! Что смотришь? Ты неудачница! Неудачница, неудачница! Что ты сказала? Стой! Ничего страшного, Савочка! Проходи, садись, где тебе удобно! Ага! Спасибо! Главное, мой хороший, веди себя как настоящий мужик! Ага! Не хочешь, не делай! Потому что ты, опять-таки, мужик! Хорошо, я постараюсь! А я пока тебе чего-нибудь вкусненького приготовлю! Странно! А почему у девочек дома готовит папа? Алекс! Что, милая? Где мой ужин? Я еще не успел приготовить! Извини! Как меня это раздражает! А посуда почему не мытая? Ой-ой-ой! Но ты ведь только 10 минут назад поела! Я еще не успел! Значит, помой сейчас! Мистер Олец! Помните, что вы, мужчина, если не хотите делать, тогда не делайте! А если? Если я не хочу мыть посуду! Что? Хорошо, понял! Сейчас все сделаю! Можно? Именно это я и хотела услышать! Да! О, Алекс! И пол подметешь, а то ты так мусоришь! Как скажешь! Мистер Олекс! Мистер Олекс! Да устал я! Я целыми днями готовлюсь! Стираю! Убираю! А мне даже простого спасибо никто не скажет. Ну, не расстраивайтесь в итоге. Савва, ты не представляешь, как тяжело быть домохозяйкой. Дашня, положите. Софи, у тебя что-то срочное, я занята. Я хочу тебя попесить. Удачи, у тебя все равно ничего не получится. Ты и вправду так считаешь? Я просто уверена. А если так? Аня, ну я сейчас тебе. Не достанешь, не достанешь. Привет. Бетти. Бетти, Бетти. Упс, кажется, мне пора болеть. Очнись, пожалуйста. Подружка моя. Смотри, куда идешь. В том-то и дело, что я смотрела. Да ну тебя. Бетти, ты пришла в себя. Ага, только очень сильно голова болит. Пошли, присядем, я тебе помогу. Вставай. Ой, голова. Что, моя сестра снова достает? Не то слово. Софи? Эм, а, это, наверное, Аня положила. Я то вижу, но запах. Лучше просто не выносим. Отвечаю, я такого вообще не делала. Да что же это такое? А я не такое могу подстроить. Слушай, подружка, я, пожалуй, к тебе позже зайду. Ну куда же ты? Вот когда разберешься со своим расстройством животка, тогда и поговорим. Любимая, я к тебе. Что опять? Смотри, что я тебе приготовил. Открывай рот. Фу, я не буду это есть. Ну почему? Ты же их любишь. Я вообще-то за фигурой слежу. О, отойди. И куда это ты собралась? У меня на работе сегодня очень важная встреча. Все с тобой понятно. А я, значит, опять буду с детьми сидеть. А чего ты ноешь? Ты вообще меня не любишь. Даже не спросишь, как у меня дела. Мам, я хочу с тобой поговорить. Давай только быстро, мне скоро уходить. Меня Аня достает, скажи ей что-то. Софья, ты уже не маленькая, сама возьми и разберись. Я тебе сейчас дам деньги, пойдешь что-то купишь. Вот, и все, не мешай мне. Спасибо. Как обычно. Так, лучше это и это. Мамочка, меня Софья обижает. Поговори с ней. Аня. Интересно, что она ей скажет? Разбирайтесь сами. У меня на ваши эти детские разборки времени нет. Ну, удели мне хоть минуточку внимания. Все, а теперь иди играй. Хорошо. Молли, и какая из тебя мама? Ладно, в этом пойду. А ты уже чем недоволен? Ну, подожди, милая. Ты даже с детьми нормально поговорить не можешь. У тебя постоянно работа. Я ведь уже решила все их проблемы. А провести хоть один вечер с семьей ты не хочешь? У меня нет времени. Давай хоть сегодня устроим тебе мини-выходной. Ну, пожалуйста. Нет, нет и нет. Все, пока. Пирожки хотя бы возьми. И так всегда. Мистер Алис, вы опять? О, Савва, и ты тут? Ладно, пойду я. Молля сказала, надо убраться. Бетти, сколько мы не виделись. Это точно. Как я рад тебя видеть. Может, сходим куда-то? А давай. Готов? Угу. Вот мы и... Куда это Савва делся? Бетти, смотри, что я нам купил. Это же мой любимый коктейль. Да, с ореховым сиропом. С ореховым? У меня аллергия на орехи. Ой, ну почти угадал. Фух. Больше мне таких сюрпризов не делай. Ага, договорились. Кстати, хорошо, что мы случайно пересеклись. А то я не знал, куда себя в том доме деть. Ты о чем? Да с офис они вообще уже обнаглели. Есть такое, но кажется, я догадываюсь, почему они себя так ведут. Потому что они просто без ума от меня. Смешно, пошутил. Вообще-то, я не шутил. Ну, короче, просто родители девочек вообще ими не занимаются. Чего ты их взяла? Ну, а что, ты его все равно пить не будешь? Ладно, проехали. В общем, их мама вся в работе. А мистер Алекс только то и делает, что пытается ей угодить. Ну, может и так. Савва! Аня, ты как тут оказалась? Я потерялась. Так, давай с нами посидишь. Нет, я хочу с Саввой. Аня, я вообще-то хотел погулять с девочкой, которая мне нравится. Это кто? Она. Ага. Ну, давай, ты тогда меня проведешь и сюда обратно вернешься. Блин, ладно, договорились. Бетти, можно тебя на минутку? Ну, давай. Какую это бы гадость сделать? О! Аня, ну что, ты уже готова? Да, пошли. Пойдем. А мне, значит, одной сидеть. Только не это. Фу, я просто уверена, что это Аня сделала. Ну, я ей устрою. А мне обязательно нужно было тебя проводить до самой комнаты. Ну да. Мало ли, я бы еще раз потерялась. Ладно, короче, я пошел. Не понял. А ключик-то у меня? Когда ты успела? Аня, открывай. Эх, я же все это делаю ради нашей с тобой любви. Какой любви? Ты меня младше на несколько лет. Я же вижу, как ты на меня смотришь. И к тому же, мы сегодня с тобой за руки гуляли. Потому что я боялся потерять тебя на улице. Не ври, я знаю, ты меня любишь. Прошу, выпусти меня. А я тебе шоколадку куплю. Конечно купишь. И не одну. Мы же с тобой встречаться будем. Я плохой парень. И я тебя не достоин. Да. Ничего страшного. Мы все исправим. Ай. Уйди. Софи, иди кушать. И что у нас сегодня на ужин? Вот. Ммм, забыл рис варить. Так он еще и со слезами. Опять с мамой поругались. Ага. Пойду ждать ее возле двери. Ну, хоть поем в спокойствии. Софи, ну это уже перебор. О, Бетти, у тебя новые штаны? Когда ты успела их купить? Только что, потратила все свои сбережения на них. А я говорила, что ты не умеешь деньги откладывать. Все из-за твоей сестры. Она подожила мне пирожные. Вот видишь, а ты не верила. Сделай хоть ты уже что-то с ней. Нет, это невозможно есть. Ну, я жду. Я пыталась с ней поговорить, но она никого не слушает. Ну, а родители? Ну, а что родители? Они заняты своими ссорами. Ясно. Кстати, а где эта мелкая? Не знаю. Вот и отлично. Пойду-ка я полежу спокойно часик. Софи. А мне, говоришь, тут целыми днями хозяйством занимается. Алекс, просыпайся. Алекс. О, Молли. Ты что тут делаешь? Не поверишь, я тут живу. Ну, в смысле, ты так рано вернулась? Вообще-то меня не было три часа. Неужели я столько проспал? Просто ты не жалуйся мне потом, что ты устаешь и не высыпаешься. Подожди, я еще с тобой не договорил. Ну, что опять? Понимаешь ли, женушка моя работящая? Да, я такая. Девочкам очень не хватает твоего внимания. В смысле? Я провожу с ними достаточно времени. А хочешь, я докажу тебе обратное? Ну, попробуй. Вот что у каждой из них сейчас в жизни происходит? Например, у младшенькой Ани? Эм, она там в саде ходит. У нее все хорошо. Молли, Аня уже полгода в первый класс ходит. Слушай, как они быстро растут. Мам, пап, у меня проблема. Солнышко, что такое? Алекс, молчи, я сама. Анечка, расскажи маме, что у тебя случилось? У меня парень пропал. Парень в первом классе? Вот видишь, собственно, о чем я тебе и говорил, Молли. Да, он был у меня в комнате. Я отвернулась, а его уже нет. Так тебе ухожены прям домой ходят? Ну да. Алекс, ты почему мне ничего не рассказывал? А ты сама не интересовалась? Правда, он старше меня на несколько лет. Но я думаю, это не проблема. Что? Вот к чему приводит безразличие. Ладно, пойду его искать. Так, мне срочно нужно поговорить с Софи. А мне что делать? Иди приготовь мне ванную, я очень устала. Ага, сейчас, не дождешься. Алекс! Слушаешь, любимая? Иху! Вот, что поднимает мне настроение. И мне! А твои Сусли точно не против, что мы так громко музыку слушаем? Я уверена, что им все равно! Ой! Кажется, в Супи ты попала. Аааа, никто и не заметит. Уууу! Софи! Мам, ты так рано домой вернулась? Да. И то, что я вижу, меня пугает. Что ты тут устроила? Ой, кажется, мне пора. Аааа, и Софи, не забудь, что ты мне еще деньги за что ли должна вернуть. Какие еще штаны, Софи? Ты мне ничего не хочешь объяснить? Ааа, что тебе объяснить? Я уже выросла. И вообще, как ты одета? Почему у тебя такая короткая юбка? Ты сама мне на нее деньги дала? Серьезно? Ты разбила денежное дерево, которое я тебе подарила? Это случайно. Ты ведь дашь мне денег на новый? Нет, с этого момента я буду контролировать все твои траты. А просто поговорить со мной ты не хочешь? В смысле? Ну там поболтать, все обсудить. У тебя для этого есть сестра. А я занята, я работаю. Ясно, как обычно. А что этот блед тут делает? Прошу, не говорите никому, что я здесь. Особенно Аня и Софи. Савва, а как ты тут вообще оказался? Долгая история. Так. В общем, потом поговорим. Ну вот, я все решила. Да, и что именно? Я воспитывала девочек. Наконец-то. Думал, не дождусь. Алекс! Ну все, все, не злись. Ты у меня большая, молодец. А пену для ванны ты для меня организовал? Блин, вот что я забыл. Как ты мог? И я даже надо терпеть. А, милая, не психуй. Сейчас все будет. Достали. Мам! Кто здесь? Это я. Парень вашей дочки. Но это она так думает. И это неправда. Не парень ей. И вообще, я ухожу. До свидания. Интересно, чей это парень? Аня или Софья? Что бы мне завтра в школу одеть? Это. Нет, это не то. Может, это. Нет, это тоже не подходит. Чем занимаешься, сестреночка? И что тебе опять от меня надо? Э, ничего. Ты меня просто так сестренкой не называешь. Я просто пообщаться хочу. Присаживайся. Нет, я на это снова не поведусь. Да я тебе честно говорю, я ничего не задумала. Хм, ладно. Вроде все чисто. Хм, не знаю даже. Рассказывай, как у тебя дела вообще? Что-то ты себя очень подозрительно ведешь. Ну, может, я уже просто устала с тобой ругаться? Может. Но у меня, в принципе, ничего нового. Школа, тусовки, шопинг. Иногда хожу гулять. Саба, нам нужно прекратить общение. Ты мне не нравишься. Иногда уроки делаю. Эй, ты что там делаешь? Отдай. Зачем? Зачем ты это сделала? Потому что мне так захотелось. Что ты делаешь? Саба, что ты делаешь? Что опять тут за крики? Что? Что ты мне скажешь? Помоги. Папа, не лезь. А что ты ему роза дыкаешь? Что как же ты делаешь? А нет. Кажется, ситуация окончательно вышла из-под контроля. Да я тебе такое устрою. Это я тебе устрою. Если я сказала, что я не могу. Папа, не лезь. Опять я сижу в кафе одна. Еле вырвался. Какие люди. Ты что, все это время меня тоже ждала? Прости. Ну, типа того. Ты не представляешь, сколько я пережил стресса за последние пару часов. Ты не один такой. Больше никогда в тот дом не вернусь. Раньше девочки себя вели гораздо лучше. Это точно. Но, увы, мы никак не можем на это повлиять. Наконец-то я могу отвлечься. Или все-таки можем. Сава, пошли. Что ты уже задумала? Здравствуйте. О, где-то я уже тебя видела. Мы друзья ваших дочек. И нам нужно с вами серьезно поговорить. Интересненько. И о чем? Уделите своим девочкам время. Они в этом очень нуждаются. И, кстати, своему мужу тоже. Да что вы все заладили с этим вниманием? Вот увидите. Только вы сделаете так, как мы вам говорим, все проблемы исчезнут. Но я ведь даже не знаю, из чего начать. А мы вам поможем. Пойдемте с нами. А может не надо? Я боюсь. Не надо бояться. Я бездарность. Из меня никакого толка. Мистер Алекс, тут кое-кто хочет с вами поговорить. Бетти, если ты просто хочешь меня успокоить, то не стоит. Да я вам серьезно говорю. Мисс Молли. Это я. Молли, ты же сказала, что тебе нужно работать. Работа подождет. Ладно, не буду вам мешать. И о чем ты хочешь со мной поговорить? Извиниться хотела за мое безразличие по отношению к нашей семье. Так. Я с этими деньгами забыла о самом главном. О вас. Так ты меня точно любишь? Конечно, люблю. Главное, чтобы ты меня простил. Я так по тебе соскучился. А я как? Ты что, плачешь? Это слезы радости. Мой хороший. Я буду делать все, что в моих силах. Только знаешь, перед кем тебе еще нужно извиниться? Знаю. Пошли. Пошли. Ты меня бесишь. А ты меня больше. Нет. Ты. Нет. Ты. 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 Аня, Софи. Сама. Вы же хотите, чтобы я с кем-то из вас встречался? Конечно, хотим. В таком случае, вы должны для меня кое-что сделать. И тогда я выберу одну из вас. Что нужно сделать? Нужно пойти в гостиную, и дальше вы все сами увидите. Я первая. Нет, я первая. Кажется, все сработало. Что-то я переживаю. Все будет нормально. Стоп. Не поняла. Девочки, идите к мамочке. Я хочу вас обнять. Ты хочешь нас обнять? Ну да. Давайте скорее. Ну. Мам, что-то это на тебя не похоже. Ты нас бросаешь. Я же говорила, что это не сработает. Секунду. Девочки, мама признает свою вину. И обещает, что больше такого не повторится. Что, серьезно? Простите меня, что мама уделяла вам мало времени. Но, видимо, уже слишком поздно. Нет, конечно! Ура! Хотите, на шопинг вместе сходим? Очень хотим. А потом в кафе и в кино. Да! Тогда чего мы стоим? Стоп. А вы никого не забыли? Эм. Любимый, так у тебя теперь дела есть. Это еще какие? Ну как какие? Я уволилась с работы. Теперь работать будешь ты. Пошли, девочки. Как работать? Я ведь ничего не умею. Нет! Нет! Отлично сработано, партнер. А то! Ну все, пошла я на свидание. А то и так уже опоздала. Эй! Какое еще свидание? Я что, тебе не нравлюсь? Батти! 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 Батти!